Жаркое солнце пустыни или холодная весна 2003 года В середине апреля мы вылетели в Алма-Ату, южную столицу Казахстана чтобы увидеть, как расцветают пустыни Для разминки мы решили совершить экскурсию к самому величественному памятнику природы Казахстана 500-метровому каньону Чарына В 200 километрах к востоку от Алма-Аты мы сошли с рейсового автобуса на развилке дорог в Сагитинской долине окаймленной на горизонте горным хребтом Тарай-Гир 30 километров до начала каньона мы ехали уже на велосипедах И вот плоская степь вдруг рассекается огромной трещиной разлома Слоеные изваяния красно-кирпичными причудливыми замками выступают из ущелья От неожиданности невольно разеваешь рот Мы немного проехали вдоль разлома но ураганный ветер, заставляющий сжимать все тормоза на крутых спусках и заносящий на подъемы даже без работы педалями временами сбивающий велосипед с дороги на камни или к обрыву вынудил нас продолжить экскурсию пешком Слоистые осадочные породы промывались водами миллионы лет Потоки железных и марганцевых солей придавали им красные, желтые, бурые оттенки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы спустились вниз по одному из сухих боковых ущелий основного камьона, где было не так сильно, как наверху чтобы встать на ночевку у воды Чарына Утро встретило нас с моросью Надо сказать, такого поворота в пустынной местности мы совсем не ожидали Однако это были еще цветочки Тропический ливень, клиставший вечером К утру перешел уже в снег За ночь переключатель скоростей, велосипедок замерзли Срам свисали сосульки, но добрый водитель-дальнобойщик подвез нас до города Необычен вид местного базара 15 сантиметров снега выпало Не шутка Такого местные жители здесь давно не припомнят Ну что сказать На станцию Копа мы прибыли вовремя Тюльпаны еще не расцвели Итак, со станции Копа в 100 километрах западней Алматы Собственно и начиналось наше велопутешествие По пустынной асфальтовой дороге мы ехали в сторону Калшингеля Гостеприимные хозяева Кошары не дали нам замерзнуть в ночь Когда ртуть термометра опустилась до минус 17 градусов Самые страшные звери в пустыне это вовсе не змеи, не скорпионы и каракурты Это огромные пастушьи собаки, ревнивые охранники Атары Урочище Тамгалы Галерея на скальной живописи 5000-летней давности Местный казах-гид, хранитель этого музея под открытым небом, провел нам экскурсию Грани порфиритовых скал отполированы песчаной пылью, поднимаемую пустынными ветрами Покрыты темным, так называемым пустынным загаром Это идеальный холст древних живописцев Здесь можно встретить обычных животных, таких как бык или лошадь Можно встретить вымершего овени А можно увидеть и солнцеголовое божество И теленка внутри коровы Вот этот, здесь вот эти две злые духи Вот человек-воин, здесь две, здесь раз, два, три, четыре, пять воинов защищает вот эту женщину Вот горный козел Прага Ага А вот архер Прага во Кругом Мы решили пересечь Чуэлийские горы, встающие на нашем пути Пользуясь многочисленными грунтовыми дорожками, не всегда помеченными на карте И решительно свернулись с асфальтовой трассы Ведь так интереснее Холод расслабиться не даёт И снова ночёвка в тепле дома, на метеостанции Анархай Позади остались горы Анархай, или Чуэлийские И вот пошла полынная пустыня Жусандала И мы по ней едем и буксуем А где-то впереди, на горизонте, начинается пустыня Сары и Шикатрау Мы стремимся к ней, чтобы переночевать среди барханов Пустынные виды разнообразят мазары Куполообразные глиняные сооружения Могильники древних Ну что, жаркая ночка была в пустыне? Да, вдруг она почти насквозь промёрзла Она на солнышке постояла Чуть подтаяла Да, по песку даже горный велосипед не очень-то хочет ехать По токрырам-то как здорово ехать Да по ветру Это не снег Это солончак За поселком Бурубайтал Перед нашим взором открылась ровная желтоватая гладь залива в озеро Балхаш Здесь мы свернули с асфальта на запад Нам предстояло пересечь обширную пустыню Битпагдалу Голодную степь Даже посреди такой голой каменистой пустыни можно отыскать топливо Местное топливо Кизяк Ну что, какое у нас меню? У нас местный бутерброд с местной сметаной Она по консистенции ничем не отличается от масла Собственно, когда я его сначала ел, думал это масло ихнее Это у них оказывается такая сметана Ложка стоит По вкусу ничего общего не имеет с нашей сметаной, которая в магазинах продается Очень похоже на заварной крем для тортов Местный сыр Курт Очень напоминает сильно высушенный сулугуни По солености и по плотности Рога у местного джейрана хранятся в ножнах Можно вынуть Брать, чтобы не пораниться зря Придется, если что, пить сырую под соленую воду А сильно соленая? Нет, такой не попьешь От места нашего обеда до помеченного на карте родника было 65 километров Найдем ли мы его? Пока еще ни разу не находили В бутылках у нас осталось всего 2,5 литра воды Через 10 километров дорога кончилась Растворилась среди холмов и оврагов пересохших ручьев Но мой друг Влад абсолютно невозмутим Нам на запад? Пошли на запад И мы едем по бездорожью, петляя среди низких сухих кустов боялыча Нет, это не мираж Это лужа пресной воды, которая после недавних дождей еще не успела высохнуть на жарком солнце О, разумные туристы! Не уподобляйтесь бесшабашным авантюристам! Вдруг вам так не повезет? Ну что, очередное гнездо прямо у дороги Нам так часто попадались гнезда с яйцами в этой голодной степи, что Влад резонно изрек Тут по один одной яичнице можно прокормить Здоровое какое гнездо! Есть! Яйца есть? Есть! Три штуки! Три штуки! Ну-ка! О! А может они съедобные? Сейчас попробуем Голодная степь, говорите! Ничего! Что, съедобная? Съедобная! Ух ты! Там с него нужно! О! У нас там живет! Большая песчанка должна жить! Сидеть! 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 Нет! В голодной степи не пропасть! Не пропасть нам без еды! Это ревень Максимовича В пустыне только ранней весной Растение может себе позволить Такой крупный сочный лист Сейчас мы попробуем Здесь трубка должна быть сладкая Жалко, конечно, но Надо же продегустировать Ну как? Такой мучнистый, кисловатый Вполне Что это я нашел такое? Ферлу загубил! На корню! Только на ч... О! Вкусная? Фу! Горькая! Погремушки растут прямо на деревьях Какая-то бобовая Может, нарсук можно сварить? Ну хватит, айди! Пора и дальше В путь дорогу! Мы продолжаем наш путь на запад Через отроги горы Джамбул Дорога то круто спускается под горку То снова заползает наверх И нескончаемо вьется так По сухим травянистым холмам Временами вползая в скалистые ущелья С рощицами деревьев в низинах По сухим травянистым холмам Временами 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 По сухим травмам Временами Времена Временами Времена 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 Приятного Ой, холодная какая! Со сглаженных вершин мы осматриваем застывшее море волн холмов, освещенное закатным солнцем. Мы снова пересекли Чуилийский хребет, самые западные его отроги, сглавенствующей вершиной пирамиды горы Джамбул, девятым валом среди моря холмов. Лучше всего катить по токирам, обширным участкам засохших луж в унижениях рельефа. Сухая почва растрескивается на многогранные черепки и получается этакая глиняная брусчатка. Изредка тут можно встретить брошенные геологами пробы грунта. Субтитры создавал DimaTorzok Вот они, листочки зелененькие. Мы думали, здесь кусты всегда сухие. Вот они, листочки. Вот они, вот они. Хохладка. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогу переходят. Да, тоже путешествуют. Есть кто дома? О, наконец-то они расцвели. Расцвели. Вон на дороге прям. Мост через реку Чу. За ней простиралась обширная песчаная пустыня Му-Юн-Кумы, которую нам предстояло пересечь. Вот мы и в Му-Юн-Кумах. Ну как в ад пустыне? Мелкие больно барханы какие-то. Ну, высокие будут. По 30 метров. Маленькие, поросшие травкой кочки. Не оправдали доверие барханы. Да, здесь такие вот. Марин, что у нас на обед будет? На обед? Зайчатинка? Да. Зайчачок. Ночная машина сбила. Кролики, это не только ценный мех. Это 3, а то и 4 килограмма Вкусного, высококалорийного мяса. Растут маслята в лесу. Картошку с поля несу. И вот нашли колбасу средь лесов и полей. Товаристый. Вот он. Зайка серенький. Горячий. Оставшуюся половину пустыни мы пересекали под все усиливающимся и усиливающимся дождем. К вечеру на нас не было уже и сухой нитки, а за ночь дождь промочил и палатку со спальниками. Пески так и не спели нам. Наверное, в такую погоду они не желали петь. Воистину, дальнобойщики, друзья-туристы, 200 километров до города Джамбу нас подвез совершенно бесплатно добрый водитель Краза, где мы и закончили наш пустынный маршрут. Роли велосипедистов исполняли Погорелый Влад и Марина Галкина. Роли велосипедистов Погорели велосипедисты Роли велосипедиста Роли велосипедисты Субтитры создавал DimaTorzok